Детское радио представляет Спортивная программа Всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор Детского радио. С помощью этой настольной игры китайский император Яо 4000 лет назад воспитывал своего сына Данчжу. Надо вам сказать, воспитательный процесс шел не слишком успешно, ибо сын был непокорным и вредным. В итоге трон ему так и не достался. Но игру не забыли. Сейчас в нее играют 60 миллионов человек. Это немало. Столько живет в целой Италии. Хотите узнать, что за игра такая и как она поможет хорошо учиться в школе? Конечно, хотите. Зачем я спрашиваю? Сейчас расскажу. Игра, которую отец императора Яо придумал, чтобы развить ум и сообразительность своего отпрыска, называлась Вэй Ци. В переводе – облавные шашки. Облавные – от слова облава окружения. Это потому, что игроки окружают своими фишками фишки противника. У игры есть еще одно название, оно очень красивое – «Разговор руками». Играет в нее, понятное дело, руками. Но мир знает Вэй Ци под названием «Го». От японского «И-го». Да не «И-го-го», Коля, а «И-го». В Россию и Европу игра пришла из Японии, вот поэтому и название прижилось японское. Так что же такое это самое «Го»? Ну, вот представьте себе, перед вами шахматная доска. Представили? А теперь мысленно добавьте ей клеток, чтобы стало не 8 на 8, как в шахматах, а 18 на 18. Получилось такое большое поле, оно называется «Го-бан». За доской сидят два игрока, рядом с каждым специальная чаша. В ней лежат… да нет, не конфеты, Лена, а фишки-камешки. У одного черное, у другого белое. Общее их число – 361. Хотя, что это я? Конфетами двух цветов тоже, конечно, можно играть. Главное, их не съесть. От такой конфетной горы может живот заболеть. Хотя съесть фишки противника – это и есть суть игры «Го». Игра начинается с пустой доски. Игроки ходят по очереди, начинают, кстати, всегда черные. Фишки передвигаются не по клеточкам, как в шахматах, а по линиям. Если ты окружил своими фишками фишку или группу фишек противника, их с доски убирают. В «Го» действует такое же правило, как и в шахматах. Тронул – ходи. Отнял руку – ход сделан. То есть, если ты поставил камень фишку и убрал руку, ход, сами понимаете, сделан. Передумал и переставил камень – все, проиграл. «Го» – игра очень интересная. Можно играть целый день, потому партию ограничивают по времени. На профессиональных турнирах это 5 часов. Как и в шахматах, в «Го» есть блиц-версия. На нее дают 15-30 минут. Еще одна версия игры – детская – «Атари-го». Играют на маленьком «Го-бане» 8 на 8 клеток. Выигрывает тот, кто первым снимет с доски хотя бы один камень противника. А еще играют команда на команду. Называется такая игра «Рэн-го». За одной доской с каждой стороны играет несколько игроков. Обычно их двое. Ходят они по очереди. Высший пилотаж в «Го», когда оба игрока играют фишками одного цвета. Да, Сереж, точно. Они как компьютеры помнят, где чьи. И уже совсем запредельный уровень мастерства – это когда противники вообще не смотрят на доску. Они всю партию держат в уме. Вы представляете? Конечно. Если бы нужно было есть не фишки, а конфеты, уверен, ты, Миша, и с закрытыми глазами помнил бы, где твои, а где чужие. Сами понимаете, чтобы играть в «Го», нужно быть очень умным. Не зря эту игру называют тренажером для ума. Поэтому в Китае, Японии и Южной Корее детей начинают учить «Го» еще в детском саду. Игра тренирует память, логическое и образное мышление, интеллект и интуицию. В былые времена в «Го» любил играть физик Альберт Эйнштейн. В наше время поклонниками этой игры стали немало умных людей. Вот среди них, например, основатель Microsoft Билл Гейтс. Хочешь быть такой, Таня, и одни пятерки в школе получать? Тогда точно надо в «Го» играть. Но, разумеется, у нас учат этой игре. Есть даже Российская Федерация «Го». И секции есть, и соревнования проходят. И на международных соревнованиях мы, ого-го какие, не раз выигрывали чемпионат Европы. Только вот неправы те, кто думают, что для игры в «Го» не нужны сила и ловкость. Очень даже нужны. Посидели, подумали, а потом надо побегать, попрыгать, поиграть во что-то другое. Тогда и голова лучше будет соображать. Проверено. Где бегать и прыгать, Вась? Да по всей стране физкультурно-оздоровительных комплексов немало построено. И компания «Газпром» продолжает их строить. Так что место для занятий есть. Тренируйтесь и не ленитесь. С вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Всем оле-оле, все записали. Пока. А я пошел на тренировку. Спортивная программа.